В перелке облачным вечером понедельника из окна на третьем этаже выпал голый мужчина. Горожанин не только не получил сколько-нибудь опасных травм, но и сохранил силы для обороны. Защищался их оборочением от медиков, которых вызвали специально для него. Пациент бредил и с булыжником в руках отбивался от невидимых врагов. Он вел себя настолько агрессивно, что до появления полиции врач скорой помощи опасался приближаться к пострадавшему. А что ты за камень-то хватаешь? Окно на третьем этаже, из которого и выпал человек, привлекло внимание прохожих незадолго до происшествия. В нем выбили стекло, из квартиры доносились крики и шум борьбы. Казалось, внутри крушат мебель. У очевидцев создалось впечатление, что в жилье идет ожесточенная драка. Через мгновение на улицу вывалился полностью обнаженный мужчина. При этом свидетелям показалось, что человек сделал это в отчаянной попытке спастись. Однако хозяйка квартиры утверждает, что пострадавший был в комнате один и сам учинил погром. Женщина объяснила, что сдает комнату пострадавшему в наем. Когда он начал буянить, она была в кухне, выпивала с мужем и братом. Услышав шум, родственники попытались зайти к постояльцу, однако дверь оказалась забаррикадирована мебелью. Когда же мужчинам удалось зайти в комнату, человек выпрыгнул из окна. Пациент присмирел лишь после того, как полицейские надели на него наручники. Бредить он не перестал, у него явно были галлюцинации. По мнению хозяйки жилья, пострадавший находился в состоянии наркотического опьянения. Среди беспорядка в его комнате она успела разглядеть валявшийся на полу одноразовый шприц. В сопровождении полицейских пострадавшего доставили во вторую краевую больницу. Первым делом врачи должны были установить, какие травмы пациент получил при падении. Сам он оказался не способен отвечать на вопросы. После осмотра медики пришли к выводу, что опасных для жизни травм мужчина не получил. С места происшествия Юлия Рябцева, Михаил Сергеев и Виталий Векслер.